Михаил, конечно, хотелось бы поговорить об обстрелах беспилотниками Москвы, но сначала все-таки более, как по мне, еще новость, которая будет актуальна на момент выхода этого интервью. Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск Валерия Залужного. Как пишут медиазоны, связано это с обстрелами, как они говорят, мирных граждан. Но я только единственное не могу разобраться, вот смотрю мои в соцсетях френды тоже. А что же ты его в розыск объявляет, если по версии российской пропаганды он то ли мертв, то ли лежит после трепанации на голове? Ну да, тут, конечно, анекдот, что на прошлой неделе мы искали Залужного, мы нашли, теперь же все они ищут. У нас же было, я не знаю, у меня было беспокойство, но всегда, когда там, пусть я понимаю, что 99% вероятность, что это пропаганда, ну тревожно же за такого человека мне было в любом случае. Но когда он появился, все понятно, стало, успокоился и ослабился. Ну вот вы знаете, это вам понятно, а вот российская пропаганда пишет, что вот это видео, значит, и интерьер там больничный, и шеврона нет на рукаве у Залужного. Да-да-да, шеврона нет, это я все понимаю, да, и шеврона нет. Ну они действительно, они сами делают много фейковых видео, поэтому им беднее. Нет, ну вот забавно, да, что сначала искали мы, теперь ищут они. Ну все это такое, знаете, комичный театр. Кстати, к сожалению моему, лично моему, мы же иногда тоже в таком участвуем, то есть мы тоже там, по-моему, Медведева в розыск объявили или что-то такое. Ну мне кажется, на войне у нас есть враги, и мы их должны не разыскивать, а уничтожать. Вот прям да. Вот есть легитимные военные цели, и наши, вот, например, ГУР там занимается своим делом, все наши другие силы спецоперации занимаются своим делом. Я думаю, будет еще немало уничтоженных врагов и во время войны, и что самое интересное, после войны, когда нам придется точечными ликвидациями заниматься, потому что я уверен, что нам всех не выдадут. Ну вот, например, даже если взять всего лишь вчерашнюю, ну вот не последнюю, а сейчас предпоследнюю, 9 самолетов стратегической авиации наносили удары по мирным городам. Как мне говорят, в одном самолете, ну, несколько человек, то есть там не один летчик. Ну, не знаю, сколько их там команд, например, 3. Ну вот 9 на 3 уже 27 военных преступников. Нам их всех выдадут? Я не верю. Их придется отлавливать после войны, каждого лично уничтожать, там, прям в домах взрывать. И этим займется наша разведка. Это все действенные методы, да. Все эти объявления в розыск, ну, как-то это такая комедия. Ну, представьте себе, да, не знаю, 43-й год, Советский Союз объявляет в розыск Геббельсона. Издеваетесь, что ли? Надо их уничтожать, а не в розыск. Но вот на уничтожение, опять-таки, нужно ведь какое-то, ну, вот Израиль, да, после Второй мировой войны имел возможность там в Аргентине выкрасть того же Эйхмана, привезти назад в Израиль. И, в общем-то, Аргентина повозмущалась, но быстренько-то и забыли это все. А вот Украина, которая декларирует там свой демократический путь, мы сотрудничаем с нашими западными партнерами, которые запрещают нам использовать их вооружение против там российских территорий. Сможем ли мы себе в политическом поле позволить такие ликвидации после войны? Значит, Израиль, чтобы вы понимали, что такое Израиль после войны, который этим занимался действительно. Ну, во-первых, он, конечно, так по большому счету заниматься начал, наверное, чуть позже, но неважно, не сразу, да, после войны, потому что после войны только появился. Израиль – это малюсенькая страна, она сейчас уже не такая малюсенькая, потому что население выросло, но на тот момент это, наверное, я не знаю, там 2 миллиона не было населения во всей стране. По экономике, ну, это одна из самых бедных стран мира реально была, просто беднейшая страна абсолютно третьего мира, кроме апельсинов ничего не было. Слушайте, она еще в 90-м году, вот я туда приехал жить в 91-м, это была абсолютная классическая страна третьего мира, все апельсины собирали. Вот, и, ну, хорошо, это была одна из развитых стран третьего мира, скажем так, но тем не менее. Поэтому это не была богатая страна, не была влиятельная страна, это была страна, окруженная врагами исключительно. И страна на это решалась по всему миру проводить такие операции. Поэтому все это зависит только от храбрости, от ума, а этого нашим вот точно не занимать. Вот у нас в Украине война показала год и три месяца, что выигрывает Украина за счет храбрости, за счет ума, за счет самодисциплины, организации, хитрости, решительности и так далее. И, конечно же, если это будет касаться только военных преступников. Я же не говорю, что надо, вот, когда кто-нибудь случайно по ошибке, мне кажется, оговаривается, я даже не буду упоминать по этому имени человека, мне кажется, это оговорка, что мы будем уничтожать всех россиян. Ну, конечно, не всех. Нам хватит уничтожать военных преступников. Их десятки тысяч, как минимум, военных преступников, реально совершивших людей, военные преступления, десятки тысяч. Либо Россия их должна всех выдать, всех до единого, всех для суда, и тогда они останутся живы. Потому что смертную казнь нам никто не позволит тут вводить в Европе, да? Вот, но те, кого они не выдадут, те, конечно, их придется преследовать потом, как Израиль преследовал десятилетиями, понимаете, десятилетиями всех этих людей. Вот, не всех удавалось, там, кого-то удавалось, кого-то не удавалось. Так и здесь это будет десятилетиями. Но для этого есть одно условие, надо, чтобы сохранилась Украина. Пока еще нет гарантий. Мы же можем проиграть войну, и тогда не будет Украины. Нас же хотят уничтожить, это же геноцид, правильно? Вот, поэтому нужно, чтобы победить, то есть нужна Украина как государство, которое сможет всем этим заниматься. И тогда нет границы ненависти нашей, нет границы всему этому. Ну, никакой Запад не будет ничего осуждать. Я не слышал от Запада осуждения именно, когда Израиль убивал убийц, и при этом не гибли мирные граждане. Все, два условия. Друзья, кстати, историю израильской разведки, а также о самых громких операциях МОСАДа можете посмотреть в интервью Григория Тамара. Найдите папку интервью Алексея Гомана на YouTube-каналах Дмитрия Гордона. В гостях у Гордона и потрясающие истории, на самом деле, можно ближе ознакомиться. Вот, кстати, о главном управлении разведки сравнительно недавно прозвучало заявление представителя ГУРа Вадима Скибицкого для немецкого издания Welt, который сказал, что у нас, значит, являются Путин и Пригожин целями номер один для ликвидации. Если про Пригожина он сказал четко, что мы действительно на него, ну, грубо говоря, там охотимся, это не прямая цитата, то про Путина потом представителям ГУРа пришлось оправдываться. Мы не считаем, что... мы не собираемся его ликвидировать, он не номер один в списке на ликвидацию, мы... он номер один в списке на то, чтобы его взять каким-то образом и поместить на скамью подсудимых в суде в ГАГе, например. Но вот опять-таки, если мы... с другой стороны, да, вот, то есть наше управление разведки декларирует, что мы всех врагов нашей страны собираемся ликвидировать. Почему тогда давать вот эту попятную, и как вы считаете, какой сценарий более реалистична, действительно, ликвидация или увидеть Путина на скамье подсудимых в международном трибунале? Ну, во-первых, я говорю все время, когда я говорю про ликвидации точечно, я все-таки говорю про время после войны. На войне цели так тщательно выбирать никто не будет. На войне просто вот есть один миллион российских военных, у них в армии один миллион человек, ну, примерно. Все они легитимные военные цели. Мне кажется, мы должны быть одинаково рады тому, что мы тех или тех, там, туда попали или сюда. Где, в какой точке мира мы попали в российских военных, совершенно неважно, да. В Владивостоке, это в Москве или в Бердянске, какая разница, мы их уничтожили. Это военные. Дальше есть еще военные легитимные цели другие. То есть, например, там, вот я специально на эту тему почитал все, что связано с международным законодательством. То есть, я не юрист, поэтому я не скажу, что я в этом разобрался, я просто почитал как любитель, да. Вот есть нюансы, например, какого рода. Вот есть военный завод или там военные НИИ. Имеем ли мы право бить по военному НИИ? Да, имеем право во время войны сегодня вот в центр Москвы в военные НИИ ударить. Имеем право, если не наносим излишнего ущерба гражданскому населению. Излишнего. То есть, то, что рядом погибло гражданские, неважно, но излишнего. Но, что забавно, ну как забавно, извините, но звучит так, да. Но все-таки нюанс, нюанс называется. Вот если этот же директор, этого же самого института научного, который разрабатывает ракеты, ночью пошел домой, мы его дома убивать не можем, если он не военный. Пока он на работе, можем, вот ударить по офису можем, а дома не можем. А вот если это военный, совсем другое дело. Он всегда военный. Он военная цель. Поэтому он находится дома, не дома. Нам наплевать, мы имеем право его убивать. Когда он гражданский, только когда он работает на военном предприятии. Это нюансы. Так вот, самые главные нюансы есть с Путиным. У меня была на эту тему даже дискуссия недавно, вот как бы сцепилась. Ну, не важно, сейчас не буду упоминать с кем, не так важно. Но является он легитимной военной целью или нет? И мне показалось, что есть здесь двойственность. Опять, я не юрист. С одной стороны, это главнокомандующий российской армии, то есть военный. Со второй, дальше, с другой стороны, он посещал оккупированные территории в качестве оккупанта. В качестве оккупанта. Согласно Женевской конвенции, как только человек приехал на оккупированную территорию, у него может быть два статуса. Комбатант и нон-комбатант. Если он в военной форме, и видно, что он одел военную форму, то он комбатант. Мы должны его стрелять в него, можем его убить, ранить. Если мы ранили, мы должны его взять в плен, например, и потом обменять. После войны обязаны освободить. Если он нон-комбатант, он подчиняется законам Украины в этот момент. Путин приехал не в форме на оккупированной территории. То есть мы имеем право судить его по законам Украины. Он находился в Украине, совершая свои военные преступления, или вообще преступления, неважно какие. Но есть другая сторона от того же самого международного законодательства, которая говорит о дипломатической неприкосновенности определенных людей, в частности распространяется это на президента. И вот у них дипломатическая неприкосновенность. Что применимо в этой ситуации? Что сильнее? Преступления, уже совершенные Путиным, или же его дипломатическая неприкосновенность? То есть он является комбатантом, которым мы можем убивать, или же у него дипломатическая неприкосновенность? Все, все подчеркну, независимые мнения, которые я почитал в интернете, я читал не украинцев и не россиян специально, то есть абсолютно только третьи стороны и только юристов, утопинены юристов. Все склоняются к тому, что он легитимная военная цель. Я другого ни одного мнения не нашел. Но у меня нет официального заключения на эту тему. То, что нашел, то и говорю. Поэтому вроде как он легитимная военная цель все-таки в силу того, что он страна-агрессор признанная ООН и в силу того, что он является главнокомандующим этими войсками. Но мне кажется, что до того, как я это почитал, эти мнения, мне казалось, что все-таки превалирует история про дипломатическую неприкосновенность. Ну, друзья, вы сейчас послушали разные аргументы Михаила Шейтельмана. Напишите, друзья, в комментариях, друзья, пожалуйста, как вы считаете. Будет интересно почитать. А вот, кстати, по поводу нашей разведки. Недавно центр Разумкова провел забавное исследование. И оказалось, что сильнее всего веру в завтрашний день украинцам добавляют вера в Бога на первом месте, а на втором месте главное управление разведки. Как считаете, вот эти вот первые два места – это показательно? Ну, конечно, да, конечно. Поэтому, знаете, вот даже мы, не знаю, мы еще не говорили с вами про сегодняшнюю атаку на Москву, да, но я же понимаю, я сегодня выпустил, вы уже рекламировали мой канал, поэтому могу сказать, выпустил я сегодня видео и вызвал очень неоднозначную реакцию своих же зрителей. Прямо многие там начали кричать, что это возмутительно, то, что я говорю. А что я говорю на эту тему? С одной стороны, я же понимаю, что это внушает нам радость, да, то, что мы ударили по Москве. Хорошо, хорошо. И вообще подобного рода ударам надо бы радоваться. Но вот я, честно скажу, я вот радовался, когда мы ударили по Кремлю, по мосту этому крымскому, да, когда мы удачно попадаем, там, вот идеальная ситуация, когда мы ударили по Макеевке и убили там 500 оккупантов. Я радуюсь смертям оккупантов, я не скрываю совершенно, причем неважно, где они находятся. В России они находятся, в оккупированной Украине они находятся, в любом случае. Но я одновременно тревожусь, вот эта история с бомбардировкой, например, Москвы, меня в том числе и потревожил. Не потому, что мне жаль каких-то людей, или я за них там, нет, вот нет, я не чувствую к ним симпатии, в любом случае к жителям, так, дженерали, да, в целом Москвы. Хотя у меня там есть какие-то отдельные друзья даже, но в целом не чувствую. Но я боюсь за нас, за наш имидж, за имидж Украины, что вот есть картины того, как ударили по нам шахеды, и мы публикуем потом, как вот дом поврежден, вот дом поврежден, вот дом поврежден. И вдруг россияне получили такую же возможность публиковать свои поврежденные дома в Москве, чтобы мы не выглядели в мировых СМИ, как россияне, да, что мы тоже ведем себя по-варварски. Да, вот это, мне кажется, большой риск. Поэтому вопрос, соизмеримо ли это с военной выгодой, вот этот удар. Михаил, вот смотрите, я тут должен привести слова министра обороны России, да, Шойгу. Он сегодня, комментируя вот этот обстрел, сказал, что бесплотники, которые летели как раз над городом, они были, их курс был, это цитата, ну, то есть их курс был изменен системами электронной борьбы, если что, если я не ошибаюсь. То есть, когда мы говорим о прилетах вот сегодняшних дронов в жилые дома, то, грубо говоря, он сам как будто признался в том, что эти дроны могли иметь совсем другую цель. Или то, что они туда прилетели, это уже последствия работы системы противовоздушной обороны. Ну, да, после того, как он это сказал, то мы действительно больше ни за что не отвечаем, я с вами согласен. Я как бы про первое впечатление от того, что все-таки я все время переживаю за то, как мы выглядим в глазах мирового сообщества, потому что мы от него тотально зависим, надо понимать, да. Ну, в нашем вооружении, в нашей экономике мы сегодня тотально зависим от именно мнения западного мира, мирового сообщества. Мы должны выглядеть просто вот чинно-благородно по сравнению с россиянами. Ну, нет у нас другого способа вести эту войну, кроме вот так. Да, они ведут варварскими методами, а мы должны обязывать цивилизованными. Еще раз повторю, знаете, у меня просто в комментариях, как вы можете во время войны такое говорить? Да, могу, еще раз, мне приятно, да, я ненавижу россиян, да, мне хочется по ним наносить страшные удары. Мало ли, что мне эмоционально хочется. Я, когда просыпаюсь по ночам, вы думаете, что я первое думаю, да, от взрывов. Ну, конечно, я говорю... Я знаю, что вы говорите, потому что я говорю то же самое. Да, и слово россияне. У меня все время вот слово, там приличное слово одно, россияне, все остальные слова неприличные у меня. Всегда, всегда. Но при этом мы обязаны сохранять холодный рассудок, чтобы победить в этой войне. Вот просто обязаны. И, знаете, у меня, наверное, даже больше вот некоторые реакции. Вот я читаю потом Фейсбук. И реакция людей. Вот, наконец-то, россияне поймут, как мы тут живем. Да не надо мне, чтобы они что-то поняли. Вот не надо вообще. Они ничего не поймут. С чего вы взяли? Мы что, воюем с людьми, которые что-то... Те, кто хотел и мог понять, они все без этого поняли? От того, что мы там что-то ударим. Мы их перевоспитывать собрались этими ударами? Вот это меня, понимаете, даже больше это реакция такая, да? Мы их перевоспитывать. Вот мне кажется, главное – это хладнокровно уничтожать их. Хладнокровно уничтожать всех, кто за это отвечает. А не эмоционально как-то пытаться от них добиться того, чтобы они там страдали. Вот когда вы убиваете клопа, вы не добиваете, чтобы он страдал. Вам досаждают клопы. Вы не испытываете к ним ненависти. Вы их уничтожаете, но не пытаетесь сделать так, чтобы они страдали. Не отрываете им лапки там и не говорите, «Ну что, клоп, сейчас ты поймешь, что такое, когда тебя вот так вот, да?» Нет, вы его просто уничтожаете. Мы должны быть хладнокровными убийцами в этой войне, а не какими-то эмоционально заряженными такими истериками. Абсолютно. Для сотрудников Ютуба, которым обязательно нажалуются на это видео, я уже предвкушаю, мы еще раз декларируем, что мы не призываем к убийству мирных граждан, мы лишь говорим об оккупантах, которые пришли на украинскую землю. Абсолютно.